Город вернулся к привычному ритму жизни. Это сегодня не раз подчеркивали на совещании. Однако режим чрезвычайной ситуации все же решено продлить. Во-первых, это позволит ликвидировать последствия паводка и предупредить затопление в будущем. А именно, расчистить русло всех рек, а также временно переселить пострадавших за муниципальный счет в здравнице. Многим из них сегодня попросту негде переночевать. Их домам и квартирам нужен капитальный ремонт. Мэр обратился на совещание ко всем сотрудникам администрации города с просьбой перечислить пострадавшим свой однодневный заработок. Поддержали единогласно. Мы понимаем, что этим людям нужно оказать помощь. Даже не только в понесенном ущербе за мебель, но и в ремонте их домов. Это касается Гастелло, это касается и Мирного. Эти люди нуждаются в помощи. Паводку не удалось сорвать туристический сезон в Сочи. По подсчетам туроператоров, ежедневно только аэропорт принимает до 30 тысяч гостей. Отдыхающие загорают на пляжах, хотя удар стихии прошелся и по ним. В Хосте, Адлере и на Мамайке пляжи оперативно привели в порядок. Но есть и бесхозные пляжи, к примеру, в Лазаревском районе. Я хотел попросить сельские округа субботниками доубирать территорию, которая находится до тоннеля Зубовой щели и после Якорной щели. Это две территории, которые до сих пор не убраны. Вот их надо доубирать субботниками, поскольку подрядчика там нет. Как пояснил Алексей Грачев, не все арендаторы пляжа спешат благоустраивать свои территории. К примеру, в Ардане специалисты заявили о том, что морское дно не обследовано. В Адлере санаторий «Известия» и вовсе передал берег в субаренду, после чего умыл руки. А пляж гостиницы «Жемчужина» в центре города до сих пор не отсыпают галькой. Если до конца недели арендаторы не приведут свои пляжи в порядок, пообещал мэр, договоры с ними подадут на расторжение. Мониторинг береговой полосы будет продолжаться все лето.